Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывай подписаться на мой канал. Сделай красную кнопку, серый и дожимай на колокольчик. А также ставь лайк, ведь ты знаешь больше лайков чаще видео. Со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, скажи привет! О, так, привет! Лаки немецкая овчарка. И она помогает мне бороться со злыми духами. Она большая умница. Дай лапу, Лаки. Дай лапу. Вот, хо-хо, девочка. Умница! Мы с ней дрессируемся и постоянно мы с ней новые-новые-новые какие-то команды учим, чтобы она всех-всех этих монстров, всех этих картон-кэтов. Итак, ребята, сегодня мы заказали на сайте Даркнет шоколадку картон-кэт. Блин, почему мне все всегда приходят в рифму? Заказали на Даркнет шоколадку картон-кэт. Короче, картон-кэт, чоколад. Прямо сейчас мы идем забирать, ведь курьер уже прислал нам смс о том, что она находится на месте, и мы с вами увидим, какая же она на самом деле. Обычная она или, может быть, она черная, как уголь. Такая она на вкус, и что произойдет, если попробовать настоящий шоколад картон-кэт в реальной жизни? Погнали! Итак, друзья, пока мы идем за нашей шоколадкой, интересно услышать ваше мнение. Прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, как выглядит шоколадка картон-кэт, и вообще существуют ли эти картон-коты, которые охотятся, кстати, между прочим, за бездельниками, за людьми, которые ничего не делают, они приходят и говорят, ах ты какой, почему ты нифига ничегошеньки не делаешь? Сейчас я тебя здесь мочкану. И о ужас, блин, правда это или нет, знает только тот, кто верит в это или нет. Для кого-то это правда, для кого-то это или нет, но шоколадка картон-кэт реальная. И я реально заказала ее на сайте Даркнет, и реально сегодня я ее попробую. Неизвестно, какая она будет на вкус, но я узнаю и обязательно попробую прямо передать вам. Тютелька в тютельку. Итак, ребята, курьер сайта Даркнет оставил. Жесть, смотрите, какая это милота. Я не знаю, кто-то, может быть, испугается, но здесь написано картон-кэт чоколад, и это кошачья морда прямо здесь, на этой шоколадке. Картон-кэт, ребята, ничего обычного. Здесь все, как бы, срока годности, описание и так далее. Масса 90 грамм. Немного они ее, конечно, сломали, но, блин, мне просто не верится. Настоящий шоколад картон-кэт в реальной жизни. Прямо сейчас вы увидите это первыми, потому что никто, никогда, ни один самый страшный канал, который вы смотрите на ютубе, не заказывал шоколадку. Картон-кэт это сделала я, я первая. И я надеюсь, что я заслужила лайк, ребята. Итак, ребята, мне не терпится уже распаковать эту шоколадку картон-кэт, ведь мне кажется, что она должна быть необычной. Может быть, там какие-то черные-черные плиточки, которые горькие-горькие на вкус. Может быть, это горький шоколад, а может быть, молочный. Кстати говоря, ребята, поговаривают, что существует легенда, что есть картон-кэт белый альбинос. Прикиньте, вы реально хоть раз видели? Картон-кэт белого альбинос просто. Говорят, что он еще более кровожаден, еще более злее, и он выходит на охоту, когда наступает зима. У нас зима, у кого тоже зима, тоже. Прямо сейчас ставьте лайки, пишите комментарии. На сыро тоже зима, холодно. У нас прям с утра было немножечко даже снега, застыли лужи, был лед. В общем, добро пожаловать в зима. Ладно, давайте уже открывать. Реально вообще зачетное, ну страшное такое. Картон-кэт, окей. Слушай, в этот раз шоколадка с орешками. В тот раз, вот видите, как поломались доставка. Короче, в тот раз, когда мы заказывали шоколадку, она была обычная. Мы заказывали, по-моему, шоколад Бенди. Да, шоколад Бенди, ребята. Вот, если не видели видос, обязательно посмотрите. Ссылка в описании или войдите во вкладку все видео и там отыщите. Или просто наберите Ирина Ясинская шоколад Бенди. Короче, вам вылетит это в поиске. В общем, прикольно, прикольно. На запах, на запах, как горький шоколад. Горький шоколад. Ребят, ну не знаю. Даже попробуй. Походу обычная шоколадка. О, нет. Однажды я дала Диме попробовать, что творилось. Пробовать будет один, чтобы хотя бы другой мог бы это заснять. Потому что если мы с тобой оба съедим и превратимся в картон кэтов, кто нас будет снимать, ребята не увидят, что в итоге произошло. Так что ем я или ты? Ну, давай. Давай на Туефа. Ладно. До одной победы. Готов? Цу-е-фа. 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 Блин, я проиграла. Короче. Ладно, ребята. По итогам такой игры я доверяю Диме попробовать эту шоколадку. Картон кэт. Дим, только я тебя умоляю, не ешь всю. Не ешь всю. Ладно? Короче, вот те две плиточки. Ребята. Сегодня это кое-что новенькое. Дима ест шоколадку. Ну что? Как она там? Вкусно? Хрустит, хрустит. Хрустит, хрустит. На еще. Еще надо попробовать. На еще. Да куда ты так много? Ты что, обалдел? Кухня какая. Ребята. На вкус вкусная? Ну что, Дим, как ты себя чувствуешь? Ирина, мне очень плохо. Мне кажется, я сейчас пойду воды пить и лягу спать. В смысле спать? Ты что? Это что, снотворное что ли там? В смысле? Ну какие симптомы? Что у тебя там болит? Я хочу всю шоколадку съесть. Я очень хочу. Ты что, больной что ли? Куда? Ты что, сбрендил вообще? Какую всю шоколадку? Дай мне шоколадку. Я еще сейчас съем. Ну ешь. Ребята, что-то какая-то странная фигня происходит с Димой. Что-то он, короче, я не знаю, жрет всю шоколадку зачем-то. Ты что, вообще что ли больной? Ты зачем ее ешь? Ты зачем? Да отдай сюда, блин. Вообще обалдеть. Ты что делаешь? В смысле нечем дышать? Ты же только сейчас... Ты зачем жрал опять шоколадки? Ты зачем опять на... Сейчас, ладно, погоди. Да черт. Сейчас, погоди. На, воды. Дим. Черт. Дим. Дим, ты где? Блин. Ребят, я не знаю, что происходит. Дима куда-то пропал. Дим, ты где? Черт, ребята. Его нигде нет. Блин, походу... Походу, что-то случилось. Это что за фигня? Ребят. Смотрите. Это маска картон-кэта. Это... Это реально маска картон-кэта. Смотрите, тут с обратной стороны кожу. Как будто с картон-кэта содрали это лицо. Черт. Лаки куда-то побежала. Походу, она чует картон-кэта. Лаки, где он? Ищи Диму. Лаки, ищи. Ищи Диму. Черт, ребята. Картон-кэта. Дим! Картон-кэта. Здесь кто-нибудь есть? Лаки. Лаки, ну, бери нюх. Ищи. Ищи или Диму, или картон-кэта. Я не знаю. Как, ребята, объяснить собаке, Дима превратился или нет в картон-кэта? Кого искать? Я вообще ничего не понимаю. Дим! Здесь кто-нибудь есть? Картон-кэта. Черт! Стой! Блин, я видела картон-кэта, ребят. Я видела здесь картон-кэта. Походу, Димка реально превратился. Ну, откуда дела? Здесь эта маска. Может, ее принес сам картон-кэта? Для чего? Черт, ребята, вы видите это? Ребята, вы видели? Это был картон-кэта. Дим! Блин, что делать? Кстати, он так быстро пробежал. Может быть, мне маска эта нужна для чего-то, чтобы как-то... Блин, что делать? Лаки, лаки, лаки. Что делать? Короче, нужно подождать немного. Может быть, он обратно должен превратиться. Главное, чтобы он не сделал ничего плохого. Если он тут бегает по лесу... Ребята, главное, чтобы он никому ничего не причинил. Никакого, блин, вреда. Короче, это действует фигня. Где-то 20 минут. Дим! Картон-кэта! Стой! Я только сейчас видела его там. Только что видела там его. Видела картон-кэта. Слушайте, хорошо, что он пошел в ту сторону, потому что там поле, и там нет людей. Там нет людей, ребята. То есть, это хорошо. Он не причинит никому вреда. Значит, он побежал в поле, просто он не знал, куда бежать. Ребята, это просто жесть. Я просто в шоке. Дима превратился, и он всегда, понимаете, убегает. Когда я что-то ем или что-то пью, какое-то зелье, я всегда нахожусь здесь рядом. Я как-то все равно, мне кажется, умею контролировать, что ли, когда я превращаюсь, трансформируюсь в этих монстров. Но Дима, блин, такое ощущение, что у него вообще как бы... Он прям еще сожрал всю шоколадку. Вообще просто полный, блин, дурак. Черт. А где он? Так. Где он? Он бежит там. Смотрите, в лесу. Черт. Катон-кэт. Стой. Ребята, он бежит по лесу прямо обратно туда, к нам, к дому. Черт, нужно его как-то окружить. Нужно не дать ему добраться до людей. Черт. Стой. Катон-кэт, стой. Стой, остановись. Черт. Скорее бы уже зелья перестала действовать. Дима, ну сделай что-нибудь. Управляй им, если ты слышишь меня. Управляй картон-кэтом. Лаки, ищи Диму. Лаки, ищи Диму. Ищи. Ищи, где Дима. Лаки, где Дима? Лаки, где Дима? Где, все хорошо с ним? Все хорошо, скажи. Скажи, все хорошо с Димой? Слушайте, Лаки не чувствует опасности. Может быть, он уже превратился обратно. Но тогда я ему смогу показать то, что я нашла. Это впервые, ребят, после того, как мы что-то попробовали. А в данном случае, то, что мы вообще никогда не пробовали. Какая-то маска. Откуда он ее взял? Дим! Дим, где ты? Я слышу. Он превратился обратно. Хорошо. Я иду. Ты превратился в картон-кэта. Я видела тебя в лесу, как ты побежал обратно. Я не вижу тебя. Где ты? В смысле? В смысле? В смысле? Ты не превращался в картон-кэта? О, черт! Вот черт! Что с тобой произошло? Блин. Вообще ничего не помнит. Ребят, Дима весь обблеванный. Короче, пусть там сидит сейчас. Сейчас мы его приведем в порядок. Нет. Он ничего не помнит, но, возможно, ты превращался в картон-кэта. По-любому. Значит, ты здесь спрятался. Смотри, я нашла маску. Смотри, я нашла маску картон-кэта. Это моя маска. В смысле твоя маска? Я был в этой маске? То есть только что ты сказал, что это твоя маска. В смысле твоя маска? Я думала, она мне приснилась. Я проспал, я отравился и лег спать. Ты помнишь эту маску, но не помнишь то, что был картон-кэта? Нет, не помню. Ничего не понятно. Короче, ребята, он помнит эту маску. Он говорит, что ее он принес. Но он не помнит, как он превратился в картон-кэта. В принципе... Черт. Диме нужно отлежаться, ребят. Сори, там вообще такой видок. А запашок, он блюет этой шоколадкой. Просто черной грязью. Это просто жесть, ребята. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И вы, скорее всего, уже подписались на мой канал. Если нет, советую вам сделать это прямо сейчас. Нажимай красную кнопку внизу под этим видео. Не забывай поставить лайк. Ведь ты же знаешь больше лайков чаще видео. А мы увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok